Еще на выходных Запорожье взбудоражила информация о том, что в городе во вторник 12 августа пророссийски настроенные активисты задумали провести провокационный митинг. Патриоты пропустить это событие не могли, поэтому собрались возле облвоенкомата, где предположительно и должны были собраться идейные оппоненты. Выяснилось, что митинг проходит у военкомата в центре города. Общественники, представители народной самообороны и женской сотни отправились туда, чтобы заявить, что сепаратизм в Запорожье не пройдет. Что из этого вышло, далее в сюжете. С самого утра под стенами областного военкомата собрались запорожцы, которые выступают за единство Украины. Активисты делятся тут, ждут участников проплаченного, по их словам, митинга, призванного дестабилизировать ситуацию в Запорожье. Мы понимаем этот сценарий. Сначала они против АТО, потом озабирать наших хлопцев с фронта, а потом что, значит, оставить бандитов и сепаратистов там, которые, ну, уже было перемирие, намагались, так, зробить перемирие, нібито оно само там вщухне в Луганску и в Донецку, но в результате ж таки гірше стало. Тобто, якщо АТО зупините, то ця зараза прийде в Запорожье и в Харків, в Одессу. Тому наша позиция – це треба бандитов, террористов вигнати з України, і тоді буде мир на спорту. У нас патриотически налаштовані люди в Запорізькій області. Ось проводиться, в тому числі, проукраїнський мітинг. Багато представників громадської організації подвищеного спрямування прийшли підтримати обласний військовий коментар, ну, всіх військовослужбовців Збройного села України, які виконують службові обов'язки, пов'язані з захистом своєї вітчизни. Це нам дуже велика допомога, моральна, психологічна допомога, що народ і армія єдині. Возле обласного военкомата участники ожидаємого обласниками митинга не появились. Зато вони собрались під стенами военкомата по улиці Столиваров. Там вони громко кричали, що виступають за мир. Правда, на контакт шли единиці. Врать фашистово-диверсалю? А я? Я врать не умею. Вывезти війська в украинське, да? Я врать не умею. Вывезти війська в украинське? Нет, почему? В первых рядах отправить детей депутатов, і все. І все политические вопросы сразу будут решены. Детей депутатов в первую очередь. В первую очередь, вот вы идите, дети депутатов, і війна закончиться. Ответа на вопрос, служит ли кто-то із родственників, митингующих в зоне АТО, наша съемочная група так і не получила. Не удалось узнать і і имена организатора в акції. Тут подоспели патриотически настроенні общественники с обличаючими оппонентів заявлями. Інформація о том, що сьогодні будуть проходити подобні митинги, можливо, областной военкомат, можливо, другие военкоматы, прошла в соцсетях. Перепосты сделали із антимайдановських груп, пророссийських настроенных людей. Інформація шла о том, що стоимость митинга 30 гривень, якобы під лозунгами «За мир». Там були указані контактні телефони. Мені звісно, що нікторі з наших хлопців прозванивали по цим телефонам. Інформація о том, що їм платили, була підтверджена. Інформація о том, що участникам митинга «За мир» платили, подтвердилась і на деле, утверждають активисты. Говорят, буквально поймали за руку мужчину, который раздавал деньги за участие в так называемому пикете «За мир». Його задержали і вызвали для розбирательства сотрудника в СБУ.